Дэн, Надежда, расскажите, пожалуйста, сколько времени вы находитесь на здоровом питании, как к этому пришли, и какой это опыт для вас? Ну, могу сказать про себя, что я порядка 25 лет уже интересуюсь здоровым питанием, и, может быть, первые года 3-4 это было в основном изучение, и постепенный такой подход, наверное, к очищениям, голоданиям. И вот где-то более уже 15 лет я знаком с культурой сыроедения, с сыроедным, так скажем, питанием, и это мне очень понравилось, очень интересовало, и как мой переход произошел, он, естественно, через ряд очищений печени и голодание 9-дневное. После 9-дневного голодания я вдруг увидел реально свечение, там, вот эту энергетику, исходящее от продуктов, и стал чувствовать, что что-то такое еще есть вот в продуктах, которые живые, помимо вот субстанционного, да, какого-то начала, есть какое-то вот это вот, я называю, наверное, свечение какое-то, да, биофотонное свечение, и вот это биофотонное свечение стало меня привлекать. Я уже занимался к этому времени какое-то количество лет йогой, и вот все это совместилось, и для меня просто выросло в такую определенную, ну, наверное, программу стиля жизни, вот именно познание себя и вот изучение различных инструментов, которые тебе по жизни помогают, во-первых, познать себя, но, во-вторых, на сегодняшний день и сохранить себя, наверное, так бы я сказал даже больше, потому что те факторы современного образа жизни, современного, так скажем, образа мысли, современного образа питания, которые на сегодняшний день существуют и, к сожалению, доминируют, они, конечно, заставляют человека на сегодняшний день реально задуматься о том, как он живет, зачем он живет и чем он живет. Так что вот и 25 лет я интересовался здоровым питанием, вот как перешел на сыроедение вот 15 лет назад, то 7 лет я полностью сыроедил стопроцентно, 7 лет я занимался стопроцентным сыроедением прямо с первого же, с первого же дня, да, большой опыт. И вот последние где-то порядка 8 лет я нахожусь на таком, названном, разумном сыроедении. Это когда вот я, когда нахожусь в Таиланде, вот сейчас, да, я в Таиланде на прекрасном острове Самуи, то я вообще практически на моноедении, вот на дурианах там и каких-то, да, еще параллельных фруктах в небольшом количестве, то есть можно сказать, ну, если я нахожусь в Москве или в северных широтах, то иногда я использую пареные овощи, какую-то пареную полезную незлаковую культуру, которую я по своему организму, по своему образу жизни нашел, что они мне действительно дают энергию, помогают. Такие продукты, как кинва, это ацтеков, зерно ацтеков, то есть какие-то вещи, которые я вижу, что в них есть много полезного. И да, моему организму нужно немножко потратить энергией энзимной, чтобы расщепить, чтобы использовать, но я вижу, что в этих элементах такая польза, что да, я могу потратить свои энзимы, потом восполнить их другими сырыми продуктами и все-таки получить вот эти вот серьезные микроэлементы, минералы, потому что на сегодняшний день и вот из своего богатого опыта я все-таки смотрю, опять же, на богатство минералов сыроедения, не просто вот абстрактно, что такое прекрасно, а именно разумное сыроедение, когда человек примерно представляет, чем он питается, откуда это сырые продукты берутся. Ну и много-много информации, он просто человек собой интересуется, берет, так скажем, ответственность за свое здоровье, за себя, на самого себя. Вот это вот, наверное, больше то, что я практикую. И сыроедение – это один из инструментов, и даже в случае моего опыта это все-таки живая еда. То есть и в Америке, когда я начал заниматься в Нью-Йорке 15 лет назад, сыроедениями было там, может быть, 8-9 человек в Нью-Йорке людей, и вот это было все на уровне таких кулуарных, квартирных тусовок. Раз в неделю каждый человек делал какой-то называемый патлок – это сбор, когда собираются все вот сыроеды, поддерживающие идею, там, сопутствующие, которые иногда сыроедят, готовят какие-то блюда и приносят, и угощают друг друга. Все этим питают, все вот разговоры про сыроедение, обучение, классы. Вот тогда же все это очень интересно начиналось, и очень красивое было движение, но не так много людей сыроедило стопроцентно в Нью-Йорке. Я думаю, что на сегодняшний день даже не так много людей, кто попробовал, именно, что же такое стопроцентное сыроедение. И я бы хотел, это человек, который попробовал, сказать, что это невероятный и очень серьезный опыт, более года просидеть на стопроцентном чистом сыроедении. Единственное, что очень важно, чтобы качественные продукты были – это я скажу в первую очередь – очень важно, чтобы человек питался именно органик, именно очень понимал баланс своего питания, то есть чтобы это было осознанное сыроедение, то есть не просто какое-то глупое, которое в то же время может как easier case так может быть и иметь обратный успех. Поэтому, конечно, каждый должен очень подойти к себе серьезно, оценить себя, свои силы, свои качества и в первую очередь отказаться от мучных продуктов, от сахара, от вот этих всех ужасных добавок, консервантов различных там некачественных усилителей вкуса, этого MSG, да, вот это все, просто убрать те вещи, которые просто человека за 2-3-4 года уже доводят до, ну, как бы, нефункционального состояния и хотя бы максимально перейти на натуральное, чай со своего огорода, чай со своей грядки, с любовью, выращенная, приготовленная и, опять же, столкнувшись с кулинарией очень сильно и мой большой опыт, опять же, сыроеденного кулинарного искусства, потому что я развивал эту область именно вот кулинарной, кулинарного сыроедения в Нью-Йорке, помогал открывать рестораны, кафе и получил такие глубокие знания, опять же, какие-то развил свои таланты, очень интересно через это и понял, что самая важная все-таки это энергия, которую мы вносим в пищу, это та любовь, это то состояние, как бы, гармонии, то состояние радости, которое ты, в котором ты творишь, вот это больше, оно тоже переходит в еду и очень важно, чтобы еда была приготовлена именно с такой вот энергией. И, опять же, ну, говоря про моно-сыроедение, то моно-сыроедение такое вот, как скажем, простое на фоне фруктурианства там, да, и вот там какой-то зелени, я в основном практикую, когда я в каком-то очень нахожусь, ну, райском, тропическом таком вот, как вот здесь вот месте, где-то реально можно себе позволить, где-то... Где нет стресса? Да, где нет стресса, во-первых, потому что фактор стресса городского факторы, многие другие, просто заставляют человека находиться вот в каких-то нескольких комфортных, может быть, даже таких заземляющих блюдах, потому что сыроедение, это, конечно, очень сильная энергетика, это очень сильное очищение организма, и в то же время это сильная восприимчивость, сильная такая вот возможность все чувствовать, ощущать, переживать, сопереживать, поэтому, конечно, я считаю, что это всегда все о личном балансе. То есть каждый человек должен четко сам себя оценивать, сам себя знать, сам расширять потихонечку свои границы и двигаться в сторону лучшего. Так что, пожалуйста, пробуйте, это очень интересный, так скажем, тип питания сыроедения, и обучайтесь, изучайте, что доступно в вашем городе, как вы можете себе это позволить, что найти качественного, летом больше, зимой меньше. Главное, отказывайтесь от того, что вы чувствуете, что уже вам не служат, не работают, там, тяжелых каких-то мясных продуктов, тяжелых, там, каких-то ГМО-продуктов, ужасных антибиотичных, там, молочных продуктов. Смотрите в корень того, что вы употребляете, берите качественно, и когда вы будете качественно питаться, то я думаю, что сыроедение, естественно, станет неотъемлемой частью вашей жизни. Как если мы посмотрим людей, живущих там на Кавказе, в горах или где-то там в хороших местах, то они, естественно, часть уже употребляют зелени, фруктов, сухофруктов, орехов, того, что натурально, и вы будете жить когда в хороших условиях, и как бы иметь все это под рукой, иметь все знания, то, естественно, будете питаться хорошо. Так что, пожалуйста, всяческие пожелания. Спасибо за твою историю, благодарю. Нам принесли водичку, вы можете... Благодарю, да, спасибо огромное. ...попить, Надежда, к тебе обращаешь, да, вот, а вот твой опыт со соединения, всего начала, и сколько времени, ты так же, вот, уже 20 кофет увлекаешься со соединениями? Ну, конечно, у меня не такой богатый опыт, как у Дэна, и я в 16 лет отказалась от мяса, и стала вегетарианкой, ну, то есть это тоже больше 25 лет назад уже, вот, и что касается перехода на сыроедение, то здесь у меня скорее сезонный опыт, именно связанный, вот, как Дэн говорит, с более комфортными условиями, где я, ну, не подвержена этой беззащитности, потому что в городе, когда особенно у тебя есть бизнес, а вот у нас был ресторан, у меня был 9 лет в чайный дом, и ты все время должен общаться с людьми, и поддерживать определенную обстановку это, ну, довольно-таки трудно, поэтому, скажем, я определила для себя самое главное, это органические продукты, это чистая еда и живая еда, и вот 5 лет назад, в третьем Дэна, я, конечно, ну, придерживаясь вот этого питания, то есть, скажем, изменение такое серьезное в сторону лайф-фуд, у меня произошло 5 лет назад, и, ну, вот, сих пор, да. У нас такой же богатый опыт у обоих в сторону, что вы сегодня с нами, делитесь своим опытом. Спасибо. Те практики йоги, которыми я очень глубоко занимался, вот в этот момент перехода на сыроедение, и те знания, которыми, ну, как бы я обладал на тот момент, они оказались востребованы именно вот в кругу вот этих вот сыроедов, и в кругу именно даже сыроедных гуру, так скажем, людей, которые обучали сыроедение. Вот на тот момент в Америке это там вот Габриэл Казанс, Дэвид Волф тогда вот выходил, и именно даже более старое поколение, вот Кувинскис, да, вот это вот. Да, это более-более старое поколение, и вот выводили эти знания наружу, и они все как-то подключились к тем знаниям, которыми я делился в тот момент по поводу дыхательника и практик вот этих тибетских жемчужин упражнений. И получился такой у нас хороший симбиоз, что я стал участником вот этой самой тусовки, да, самой тусовки сыроедения, и мне она именно понравилась как именно тусовка, то есть мне понравились именно человеческие отношения, именно вот натуральность, да, какая-то вот натуральные принципы там ведения хозяйства, натуральный принцип, то есть для меня вот весь этот сам пласт сразу же открылся, то есть не то, что я вот открыл для себя только одну еду, а каким-то образом я открыл для себя вот целый пласт, так скажем, новой жизни, нового образа жизни, нового понимания. И тогда же это были именно те годы, когда первая только начала приходить информация про вот этот 2012 год. То есть для меня и, может быть, для других, это вот именно какие-то случайные, там где-то вот тут какое-то письмо, не знаю, от инопланетян или от кого-то там пришло и там вот расписано, что вот такое будет, такое будет. И в этих посланиях тоже было очень интересно написано, что на тот момент, и для меня, что для меня тоже поиграло важным, что вот этот момент энергетического перехода, как бы все субстанции, которые в теле, ну, не натуральные, какие-нибудь, которые пластиковые, да, или которые вот не являются, не имеют жизни, то они не перейдут, и как бы тело, оно как бы рассыпется, не пройдет перехода, как бы энергетического. И для меня именно интересный стал момент очистить именно клеточный уровень тела, то есть я больше занялся именно сыроедением, вот глубиной практики, чтобы не только вот ум, да, свой, там, как он, тело, вот именно а какой-то клеточный уровень вот коснуться и именно что-то такое интересное почувствовать. И занятия с какими-то определенными, может быть, шаманскими практиками, с какими-то практиками, там, мистическими, различных народов мира, это все тоже одновременно, да, вот получилось, что в этих тусовках оно как-то было очень развито, и вот и как бы весь тот сам сразу же пласт, который мне открылся, благодаря вот переходу на сыроедение, вот повышенной чувствительности, именно вот то, что, ну, я доходил до тех моментов, что вот реально можно вот, как вот кошка, вот всеми своими, да, вот как мы имеем тоже вот волоски, да, что волосками прям чувствуешь ситуацию, да, что у тебя интуиция, вот она именно на кончиках этих волосков находится, что как бы вот интуиция, это не то, что потерянное, да, а что это как бы загрязненное именно состояние кожи, что она не может воспринимать, вот эти вот волоски не работают, а когда у тебя как бы они открыты, ты прям всеми волосками можешь чувствовать и ситуацию, и у тебя есть, и сейчас уже ученые, как бы тогда еще не было этих знаний, сейчас, что действительно, сейчас пришли к выводу, что кишечник тоже как мозг уже является, что там реально происходит активность, и что на уровне мозга он принимает решение и как бы уже осознанная структура, то есть вот эти все знания, они как раз и приходили тогда мне через И это было очень интересно наблюдать на себе, очищаясь и проходя этапы сыроедения, голодания, каких-то там ретритов, практик. То есть это появлялось? Да, появлялись все новые способности, открывалось, и какие-то знания приходили просто из глубины, наверное, сердца, из глубины души. И также и обстоятельства, вот это совпадение, люди, все это наславилось. То есть очень интересно было, и вот эта кулинария, она так и получилась, что я перешел, начал питаться. Я был достаточно, у меня достаточно было обеспеченное, хорошее положение, я мог себе позволить все предметы. Я сразу изучил полностью, пошел сразу же, такое education сделал, что самое лучшее, что можно себе строить, что вот самые, какие вот самые девайсы, самые вот крутые, там они тысячи долларов, тысячи, там полторы, две тысячи долларов. И купил себе из своей квартиры полностью, вот у меня в Нью-Йорке был апартамент, вынес вообще все. Там на полу у меня какие-то знаки были, там космические планеты выложены, что такое осталось, так вот пустые стены. И кухню упаковал всем, 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 что можно, там все, которые аппараты только существовали, в сыроедном вот этом, где кто-то написал, про которые, что они очень крутые, и сразу купил профессиональное. Сразу купил профессиональное, и вот с этого момента времени я работаю только с профессиональным оборудованием. Причем эти аппараты, они не изменились, те же самые бренды остались, все, вот эти люди, которые 15 лет назад делали хороший аппарат, они сейчас делают хороший аппарат, они сейчас стоят там тысячу, там полторы тысячи, две тысячи долларов. но они вот в моем опыте строения практически не заменяются другими аппаратами, потому что вот опять же вопрос про усваиваемость, они позволяют так разбить очень мелко даже клетчатку и субстанцию вот этого вот ореха, что она усваивается организмом. Например, человек, который просто кушает орешка, он жует, если он посмотрит, он анализирует, в основном кусочками глотает, и кусочки эти, они не обязательно усваиваются, в желудке не обязательно растворяются, они очень зачастую могут кишечник даже немножко как бы корябать или хотя бы раздражать его тем, что они там как бы не усваиваются, на стенах кишечника как бы они двигаются, и поэтому это уже другой тоже опыт сыроедения, и вот когда я помню даже сам, когда я очень сильно кусочничал, да, вот я называл это, когда вот именно там орешки грызу или что такое, грызу вот такое, то потом как бы не очень хорошо себя чувствую, прям чувствую организм, а вот когда на хорошем оборудовании те же самые орешки вот с тем же, что я погрыз, перемолотые очень мелко дисперсно, то они уже не вызывают такого же там неприятности, раздражения, то есть по-другому совсем усваиваются, то есть это, я пришел к выводу тоже на своем опыте вот этого вот начала сыроедения, что техногенность тоже очень важная часть того вот, ну образа сыроедения, которым я занимаюсь, техногенность в том смысле, что это именно очень тонкий способ приготовления, это практически ее такая молекулярная кухня, только молекулярная, она еще и полезная молекулярная, не та молекулярная, которая очень известна в мире, когда они делают, вот берут там синтетическое, что-то, фу-фу-фу-фу-фу-фу, Там, например, грецкий орех смешивается, условно говоря, с курагой, но на таком уровне, что это получается новая субстанция, не может никто отличить, это грецкий орех или курага, или какой-то там новый убрич, да, вот как мы говорим, паста. И они уже обладают новыми свойствами, которые еще до конца не изучены, и, в принципе, действительно, организм каждого человека сам переучивается тоже к этому питанию. То есть, соответственно, у каждого свой путь, и вот это переучивание к питанию, оно тоже, ну, для меня было не без, допустим, каких-то практик йоги, да, физических практик, определенных занятий своим телом, медитацией, потому что я думаю, что это все идет вместе, все-таки вот сложно сказать, что, ну, или в моей жизни так не произошло, что я просто тот образ жизни. Хотя, в принципе, знаете, я когда изменил образ жизни, в среднем я работал в офисе, я сидел на 42-й улице, например, напротив Гранд-Централа в офисе, то есть у меня все было, у меня очень быстро все изменилось, буквально за 2-3 года у меня жизнь просто так выхлестнула из корпоративной жизни полностью, просто на 100%. Это невозможно становится. Да, на 100% выхлестнула с достаточно хорошим, скажем, капиталом, что я смог очень грамотно начать просто заниматься тем, что я хочу. Я понял, что на какое-то количество лет я хочу вот именно изучить себя. И строение это было именно вот таким ключом к изучению себя, к изучению, познанию, ну, совершенно нового чего-то в жизни и вообще познанию, наверное, жизни просто как само по себе, да, именно как вот через ощущение, да, что жизнь, она как бы не просто, может быть, из книг поздно, а что как бы это именно процесс, который в тебе протекает, и он как бы поддерживается там едой, эмоциями, возбуждением, восхищением, там, дыханием, морем, вот всем, что тебя как бы, ну, что тебя как бы возбуждает, поддерживает. И вот, наверное, сыроедение просто является инструментом, который я считаю, что очень важен, ну, для человека на пути вот разблокировки, я так скажу, да. И может быть натурально, естественно, это у ребенка и есть, но вот уже ребенок там в 5 лет, его уже в 5-летнем возрасте напичкают таким количеством продуктов, которые просто блокируют. Даже если вот я сейчас поем то, что вот ты пичкаешь ребенка, у меня тоже пропадает очень много тех чувствительностей, понимания жизни, которые у меня сейчас есть на уровне просто понимания. Тогда мне нужно будет из книжек прочитать, как же это было так, это было так. А когда у тебя как бы организм все вибрирует и все как бы с космосом общается, то ты знаешь, как оно было, и тебе все понятно, и логика жизни, она естественная, то есть шаг за шагом ты ее как бы и идешь. И вот очень важно, опять же, что я хочу посоветовать начинающим сыроедам, и то, что я в своей практике понял, и то, что потом мы тоже сделали, вот есть такой фильм на Ютьюбе, Хоопонопоно называется, это вот практика гавайская, очищение Хоопонопоно, очищение сознания, что я понял, что очень важно по ходу очищения тела и вот разблокировки своих телесных, мышечных структур, очень много памяти хранится в мышцах, мышцы отпускают много памяти. Важно со всем этим работать, со всеми эмоциональными блоками своими, прошлыми, своих предков нужно работать. И вот Хоопонопоно одна из самых лучших практик, именно очищение сознания на глубоком уровне. И это помогает также очищаться телу, потому что невозможно на сегодняшний день очистить одно без другого. Оно как-то все связано, и все свои слои, все свои тела вы должны очищать одновременно. И как бы сыроедение, оно позволяет вам физический уровень немножко очистить. Соответственно, даже духовный и там эмоциональный, и ментальный план, они тоже должны доходить до этого. И чтобы им легче было, вот очень важно понимать, что тело, оно как бы не только накопило шлаки, как сами по себе, все эти шлаки, накопленные в теле физическом, они связаны с эмоциональным, ментальным, еще каким-то тоже шлаком, хламом, который вы тоже впитали с чем-то, с каким-то событием. Поэтому разблокируя, например, что-то из своей, и какого-то мышечной ткани, вы также разблокируете из ментального пространства. Поэтому хорошо, если вы как бы это просто с благодарностью отпустите. И это просто, я к тому говорю, что вот именно благодарность и любовь, вот сначала я сказал, что любовь к еде, да, и второе, это благодарность. Благодарность за то, что вот реально есть возможность жить натурально. Есть невероятные, на сегодняшний день, опять же, чем я так радуюсь, и что хочу, чтобы в Москве обязательно произошло, что вот качественный продукт появился. Потому что в любом месте мира сейчас можно жить по-райски, понимаете, с определенным, не супер там огромным бюджетом, а даже с вполне вот обыкновенным бюджетом, обыкновенных затрат, если правильно понять себе, как можно тратить свои деньги, что можно покупать только то, что тебе полезно, то вы можете сегодня там где-то вот здесь использовать то, что там только в Перу произрастает, только в Тибете, только там. То есть собрать со всего мира какие-то уникальные вещи, которые будут вам помогать достигнуть именно той гармонии, этого баланса вот на уровне именно микроэлементов, да, на уровне вот именно минералов, вашего вот такого правильного состояния, да, вот как бы электроэлектроэнергопроводности. Поэтому, конечно, то есть, и опять же я хочу вот сказать, что скоро я опубликую свою книжку, все-таки написанную уже, она была написана уже, наверное, в 2003 году, когда я в Ялте хотел первый сыроедный ресторан в Крыму, кстати, вот и самое интересное, что тоже было связано с Крымом у меня тогда, я прожил полгода в Ялте и открывал в Крыму сыроедный ресторан, это заморозился проект тогда, и с этим проектом заморозилась моя книжка, тогда была, наверное, короткая написана, называлась «Живая еда, питаясь соками солнца», но скоро я ее подвешу к одному из веб-сайтов и дам доступ к информации, это очень интересно, именно вот там я делюсь своим взглядом, что именно человек – это как бы антенна больше всего, и что мы воспринимаем разные уровни энергии, что именно вот питание – это определяет именно, ну, из какого материала состоит твоя антенна, и что ты именно, к чему ты подключаешься, и что ты проводишь, и поэтому вот регулируя свое питание в сыроедную, более мясную, или более тяжелую, или легкую сторону, вы регулируете очень сильно свое состояние, поэтому, конечно, очень важно понимать, что касаясь изменения питания, вы касаетесь изменения своего состояния вообще жизненного, и всего-то до баланса вашего соотношения сил вокруг вас. Поэтому будьте готовы, меняя сильно питание, обстоятельства очень сильно тоже поменяются. Как вот я сказал, как Кира подтвердил, что из корпоративного мира меня вот за один год прям просто фух, вынесло. И причем так, что до сих пор, имея все эти способности, все эти данные и все такое прочее, иногда, возможно, даже я бы подумал, что да, то количество денег, оно более надежно и интересно, но вот просто жизненно предлагает другие какие-то выборы всегда. Она всегда находит в себе другие выборы, другие какие-то обстоятельства и другой какой-то вариант развития событий, что ты понимаешь, что все-таки есть более интересно, чем вот служить какой-то вот этой машине, да, что потом в конце, как говорят в сказках, на пенсии путешествовать и смотреть наконец-то на тропике, когда тебе уже это дурин, как бы уже тебе непонятно вообще, с чем его едят, понимаете? Нет. Лучше сейчас. Это точно. Лен, я обязательно также разошлил ссылку по моим подписчикам, да, будем ждать с нетерпением твоей книги. Да, благодарю. Я знаю, что вы занимались рестораном также в Москве, да, а сейчас вы занимаетесь другой деятельностью, немножечко связанной с очищением. Расскажите немножко об этом. Что вы можете представить людям по очищению? У нас есть очень интересная программа «Пять напитков», которая базируется на авторских рецептах Дэна. Это человек получает в день пять напитков, ну, то, что мы делаем в городе, и не принимает никакой другой еды. Может быть, только цельное яблоко, ну, какой-то, может быть, другой фрукт. И за пять дней происходит, ну, удивительное изменение очищения организма. Эта программа, она является подготовительной к более серьёзным очисткам, которые также мы делаем, фасилицируем, как очистка печени. Собственно говоря, этот протокол стимистический, очень комфортный, мягкий, приятный, разработан давно, и тоже это авторская Дэна. Ну, совместно, совместно с Дэвидом Джобом, вот, моим хорошим соратником, товарищем и учителем Дэвидом Джобом. Это такой очень интересный, а он ученик и прямой Энвигмар, то есть, и тоже часть, значит, Энвигмара, здесь знаний каких-то приложено было. Именно очень уникально, вот, как чистить свою печень, вот, похоже на то, что Малахов предлагал в своей книжке, но только вот сама подготовка, вот, само, и пост, потом, кэр, и вот весь процесс настолько мягкий, что выходит значительно большее количество камней, и очень мягко, и вот, очень осознанно. И все-таки мы рекомендуем печень чистить, потому что это как вот, как фильтр масляный в машине практически, вот, человек же должен менять фильтр в своей машине, иначе он загрязняется, так и печень, она загрязняется, особенно той едой, которую мы едим, поверьте. И вот, опять же, я скажу вам на своем опыте сыроедения, вот, к нам приезжают просто друзья, знакомые на 2-3 дня, старые, и вот, ну, и поселяются, говорят, окей, давайте там мы что-то на кухне поготовим, конечно, пожалуйста. И вот то, что просто готовится, и потом эта квартира может 2-3 дня, 2-3 недели пахнуть просто вот этими жирами, просто после одной-двух готовок, после одной, представляете, квартира вся такая, огромный объем, что происходит с организмом, то есть вот то, что мы питаемся даже сыроедней, или даже не сырой едой, которую мы вот употребляем в городах, парень, ну, там, какую-то вареную, все равно такое, чтобы запах был приятный, чтобы, допустим, вот ни стены потом не пахли, там, ни ужасного ничего, потому что это же все идет внутрь вашего организма, вы оцените эту всю ситуацию, это очень важно. Ну, очищаться, конечно, очень, очень необходимо, мы сами это делаем, ну, где-то раз в полгода регулярно, сами чистим свой организм, то есть это, ну, действительно помогает очень наряду с гимнастиками, наряду с путешествиями, и все очень важные факторы. То есть, получается, при переходе на сыроедение вы рекомендуете сразу чистить печень? При переходе на сыроедение мы рекомендуем, да, как можно быстрее почистить печень, потому что это очень важный орган, который действительно ответственный за все старые, опять же, все старые модели поведения, за все старые модели восприятия. И почистив печень, вы много удалите из себя лишнего, много агрессии уйдет, вам настолько легче станет жить, и если вы, что обычно происходит с человеком, сразу же осознанно поймете, что вам лучше питаться более правильно, и подготовитесь к сразу же, что перейти на сыроедение, это вообще будет идеальный просто, идеальный опыт. И особенно голодание, так же, как вот действительно написано в книгах у Малахова, тоже было, которое я тоже в свое время прочитал, там это 15, наверное, лет назад, и потом тоже использовал и проверял, что действительно голодание тоже лучше входить уже после чистки печени, потому что может наступить закупорка протоков желчных, и если у человека на это время голодания, на время сокотерапии, как бы не питается жирами, то закупорка протоков желчных наступит, то потом могут быть более серьезные осложнения. Да, они могут, конечно, они там из 10, у одного на 10 может, но все равно даже уже этот случай, он не знает, кто из 10 будет, поэтому мы именно рекомендуем мягкость, и вот чистка, она что помогает сделать, она тебе помогает реально перейти на тот уровень, когда ты начинаешь по-другому переваривать, у тебя пищеварение по-другому работает, и как бы все такие вот, ну, важные протоки у тебя прочищены, и все, ты как бы работаешь, у тебя жизнедеятельность, организм она нормальная, ты можешь облегчать диету. Я думаю, что радикальные переходы без чисток, я бы, ну, честно говоря, не очень рекомендовал, как еще, опять же, момент следующий, питание после чисток некачественными продуктами, это тоже очень сложно, поэтому вот на сегодняшний день, как бы для меня, для меня очень сложно дать рекомендации для российских слушателей, потому что это, как бы, вот, то, что, наверное, вот можно к следующему вопросу, да, Кира, перейти, который мы хотели. Хотелось бы задать вопрос, как раз по поводу, вот, питания в городах российских, в условиях холодного климата, фрукты и овощи, как найти безнитратные, вообще можно ли вот в таких условиях питаться нормально? Такой распространенный вопрос, очень многих людей, он интересует, на самом деле. И я вот, ну, как сказать, из своего, я, в общем, очень так позитивно смотрю на жизнь, да, все говорю, что хорошо, но вот на опыте своего московского проекта и жизни в России, я сказал бы, что на сегодняшний день это очень сложно, действительно, питаться качественным. По-чисто, не существует органов, которые бы это проверяли, которые бы реально это доводили. И большинство проектов, которые построены а-ля ЭКО, там все равно такой нюанс, что да, а, да, этот фермер сказал, но мы ему поверили, действительно, мы видим, а он, типа, свой. То есть, как бы, не таких вот, чтобы кто-то проверял глубоко, а где есть глубокая проверка, то то, что известно, что молоко, оно все с антибиотиками, как бы, это все, как бы, имеет ешечки почти что во всем, что существует в супермаркетах, то, что низкое качество. И мало того, что второй нюанс, что это низкокачественное, оно еще имеет пестицидно-гербицидную, так скажем, зараженность, оно еще дополнительно к этому очень бедно минералами. Оно, как бы, само по себе, оно выращено, да, оно выращено не в правильных условиях, и не из правильных зерен, и не в правильных почвах, то есть неправильно, оно не набрало это количество минералов, которое у него должно быть. Поэтому, питаясь этим цукини, там, не с того места, вы получаете это совершенно другое, чем с того места. Поэтому это очень большая, большая разница, конечно, поэтому я максимально сейчас сторонник того, чтобы люди, ну, как бы, грамотно очень переходили, используя, может, какие-то там, вот, до сих пор, там, как крупы, типа пшено, там, гречка, какие-то такие вещи, которые действительно являются не генетически модифицированными, а вот, естественно, принадлежащими, там, к российскому региону. И они действительно в хороших почвах выросли, они берут из почвы много, это трава, как бы, почти что дикая, то есть очень сильные растения, которые могут минералами, и добавлять к этому параллельно, там, овощи, фрукты в большом количестве, но все-таки иметь какие-то вещи, где вы чувствуете, что ваш организм, как бы, ну, нормально работает, комфортно на этом. Потому что полностью, вот, как бы, пускать его, ну, знаете, это то же самое, что, там, все, идти серфать там, где одни рифы, понимаете, вот, ты берешь доску, и ты идешь, ты знаешь, что тут рифы, и ты хочешь. Это, я скажу, что лучше всегда сначала, как бы, постепенно, да, здоровье дороже, поэтому старайтесь свое здоровье постепенно менять, и вот по мере появления качественного продукта переходить на строение, пожалуйста, по мере появления, и только до меры появления обучайтесь информационно, как-то готовьте какие-то блюда, что-то, ну, в каком-то там проценте, то есть, то, столько-столько, выбирайте его для себя тоже, а вот прям полностью идти по течению, плыть вот этому, вот, как вот я поплыл в Америке, я бы в России, наверное, сейчас бы не поступил бы так сам бы, если бы я был в России, в Америке, да, сейчас бы еще больше, за счет того, что то, что мы сделали вот за эти 10 лет, я когда занимался крейтерингом, я по 2000 людей делал, такие конференции огромные по сыроедению, то есть я обслуживал все огромные события, это по 300-400 человек в Нью-Йорке, вот, на сырой идее, это, конечно... Да, и в Москве делали, но в Нью-Йорке это регулярно, и это развилось, такой-то огромный сейчас взрыв, сейчас заходишь в магазинах, там просто вот полки, огромные полки сыроедных товаров, то есть мы ездим просто на автомобиле с города в город и заскакиваем в какие-то магазины, и за 15 минут мы покупаем себе полную корзиночку всего сыроедного, и дальше едем, это сыроедное кушаем, наслаждаемся, кайфуем, то есть... То есть это вырастет в это, да, и поэтому вот мы всячески именно и существуем, чтобы продвинуть эти вот модели... Да, даже тот вклад, который мы сделали... Да, модели вот этого всего... Да, и живую еду, сам концепцию, чтобы люди поняли, именно, и хотелось именно немножко отделить, опять же, концептуально, что живая еда в том плане, что она должна иметь силы жизненные, то есть не просто вот пестицидная морковка сырая, там где-то непонятно откуда, а именно морковка там с бабушкиной грядки, которая вот с любой выращена, и это большая разница, и не то, что другие микроэлементы попали, и другая энергетика, другие... Там какие-то вот циклы были, да, природные, вот, внесены, и это со всем продуктом, с каждым это очень важно, на сыроедение вы к этому приходите, поэтому, конечно же, старайтесь максимально выращивать сами, и у знакомых поддерживать, каких-то фермеров находить, какие-то эко-поселения создавать, потому что это, конечно, огромный выход, ну и плюс путешествовать, все-таки ездить в другие места, типа вот Таиланда, где можно попробовать еще райскую еду, и, может, месяц-два посетить на сыроедении, вот, сделать чистку печени, вот мы... То есть, как вот мы сделали чистку печени, вот в этот раз, и вот после этого почти что постоянно питаемся дурианами. А вот многие тоже говорят, что из Таиландии есть нитратные фрукты, как вы к этому относитесь? Относимся к этому очень правдиво, действительно, и в Таиланде есть нитратные фрукты, поэтому мы в Таиланде, как бы, призываем людей стараться, если вы часто покупаете какой-то продукт, узнать там, откуда он, фермера спросить, если он опрыскан, не опрыскан, почувствовать по себе, как вы чувствуете нормальный, ненормальный продукт. То есть, вещей, которые мы там очень сомневаемся, если мы, потому что там овощи мы какие-то делаем ферментированные для себя, вот, надежда, вот, очень, мы скоро выступим, наверное, в России, очень интересная линейка, вот, сыроедных супов, мы сделали прям технологию выработки всего такого, очень такая супы, которая именно, вот, против диспактериоза помогает, которая именно хорошую микрофлору восстанавливает именно на такие очень неуникальные супы, вот, она, как бы, разработала. И то, что мы сейчас сделаем, это именно покажем, что можно питаться и в городе, да, но тогда нужно эти овощи озонировать хотя бы, то есть, вы берете его там в озоновой воде, подержали 10 минут, потом помыли хорошенько, там, почистили, опять же, шкурку и используйте. Тогда он какой-то, как ферментированный продукт, может вам дать какой-то, потому что бактерии эти, которые на нем вырастут, они могут при правильной популяризации, они могут быть вам полезны. Поэтому существуют методы переработки, отличные от термической обработки, очень полезные. Опять же, термическая обработка, она не вся так вредна, но вот эта жарка, там, на масле, фритюрная, какая-то непонятная, там, такая, которая просто делает вещи, ну, непереносимыми даже на запах, тут, конечно, это все стоит, просто, как говорится, отпустить из своей жизни и забыть, что вообще это, как бы, было. У вас такой интересный тандем, рождаются новые идеи, вот эти супчики, которые очень здорово. Хочу от вас получить какой-то небольшой рецепт, самый интересный, для переходящих на сыроедение. Для переходящих на сыроедение, ну, вот я бы дал, наверное, рецепты для, если для России, то все-таки сейчас, особенно лето, используют как можно больше зелени, можно больше зеленые, вот это, петрушки, кинзы, укропа, та зелень, которая вам идет, вот из-за этих наименований. Лук, чеснок не в таких больших количествах, но вот это вот зелень, типа петрушки или укропа, просто вот пучком, вот, как вот, если вы возьмете пучок, например, и одно, там, один какой-то фрукт, это может быть яблоко, это может быть груша, самые лучшие сейчас ягоды в сезоне, да, например, чашку черники туда, чашку черники, например, черносливень, несколько штучек, чтобы хороший тоже был проход через кишечник. И все это с небольшим количеством качественной родниковой воды в блендере перемешать, это будет невероятная помощь витаминная вам. Если вы в день просто будете, вот, например, в период черники и вот этой вот зелени в день будете выпивать по такому коктейлю, по кружке каждой, то это уже вас заряет таким иммунитетом и такой силой. Это, наверное, самый такой вот рецепт, который бы дал насущный людям. А рецепты, которые мы готовим на кухнях и классах, мы скоро собираемся, у нас проект сейчас, это открытие кулинарной академии именно сыроедной. Вот мы сейчас пытаемся понять, и все-таки наше желание сделать ее в тропиках, сделать ее вот именно в Таиланде, здесь на острове Косамуи. Ну, все-таки вот думаем, в России он или онлайн, или вот сейчас едем в Москву, а именно вот разговаривать и смотреть, все-таки готовы ли там люди, потому что здесь можно сделать международный и все-таки иметь поток из других мест. В России еще пока что не так много народу, кто хочет на профессиональном уровне обучиться. Потому что, как я сказал, на том уровне, которым я, ну, обучен сам и развил эти, так скажем, методы и вот обучаю, это, конечно, техногенное сыроедение, когда реально человек обладает невероятными способностями, как бы, игры на инструментах определенных, да, вот, и я обучаю именно игрой на этих инструментах и пониманием, вот, качества продукта. И тогда уже человек уже сам становится вот именно, как бы, творцом вот этой вот субстанции. И это то, что я считаю, что сыроедение, оно именно доводит человека до того, что он может сам себе отварить. Отварение своей еды очень важно, потому что это энергетическая циркуляция идет. Когда вы готовите себе еду, то вы вкладываете именно ту энергию, которая вами же и потом, как бы, потребляется. Это невероятный такой взаимообмен происходит с природой, с энергетикой. Поэтому у вас тогда возникает и отношение другое к пище. И, опять же, хотел поделиться, успеть вот этим отношением, что все-таки обязательно, ну, относитесь к пище, к чему-то такому, как бы, священному, да, что попадает в ваш организм, что должно, как бы, улучшить ваше тело. Что-то не просто, как бы, вы не являетесь каким-то там непонятно, что вас засунуть нужно, а именно вот качественный продукт и почему понимать вы его употребляете, и с благодарностью обязательно к космосу, к природе, к земледельцам, которые его вырастили, там, к каким-то, к тому, кто приготовил. Да, обязательно испытывайте чувство благодарности, развивайте вот именно палитру позитивных ощущений. Особенно то, что важно для России, потому что я сам часто бываю в России и знаю, насколько человек там обстоятельствами поставлены такие условия, вы знаете, что за каждый, как будто бы, кусок он должен, вот, как бы, бороться. Старайтесь все-таки жить, как бы, расслабленно, именно с душой, с сердцем, и жизнь поменяется вокруг вас, и тогда сыроедные все продукты качественные будут доступны, и просто невероятный опыт можно будет получить, питаясь натурально, и столько же сил будет, столько же энергии будет, и еще более свежее восприятие жизни. Спасибо вам огромное за тот вклад, который вы делаете. Вы, как первостроители, первооткрыватели в Россию несете вот это все добро, вот этот опыт, который накопили. И, наверное, я буду первым клиентом, наверное, вашим, гарантирую, кто придет обучаться вашему мастерству приготовления здоровой пищи. Здорово. Благодарим вас тоже, Кира, за то, что вы делаете, и благодарим всех интересующихся. Пожалуйста, действительно, обучайтесь, пробуйте. Это очень важно, попробовать свои силы в здоровом питании, и вообще стать питаться более здоровым. Это поможет вам стать более здоровыми и более полезными себе, другими. И также, как мы радуем вас, вы сможете радовать нас. Спасибо огромное. Спасибо вам. До новых встреч.